Мы сейчас находимся в учебном музее кафедры патологической анатомии. И вот мы хотим представить макро- и микропрепараты, которые используем для обучения студентов. В нашей кафедре я уже исполнила 115 лет. Наша кафедра это кафедра, которая преподает фундаментальную науку медицины, патологическую анатомию. Студенты на первом-втором курсе изучают норму в основном и уже с третьего курса начинается в основном изучение патологии. И патологическая анатомия объясняет, как изменяются внешние, внутренние органы при разных заболеваниях. И под микроскопом мы показываем, как изменяются микроскопические структуры при том и при другом заболевании. Вы видите, что музей устроен таким образом. Каждый шкаф имеет надпись, соответственно, разделу, который предусмотрен, так сказать, демонстрировать при изучении нашего предмета. Вот шкаф гельминтозы посвящен изменению органа при гельминтозных заболеваниях. В данном случае мы можем увидеть изменение разных органов при эхинококузе. Вы видите эхинококовые извлеченные пузыри, вы видите ниши, да, кисты, которые образуются в органах, в различных органах. Пожалуйста, печени, в головном мозге, в селезенке, в сердце, в журчном пузыре. Следующий шкаф посвящен заболеваниям женских половых органов. Это очень большой раздел медицины. И мы демонстрируем различные заболевания, которые могут развиться в половых органах и в молочной челюсти у женщины. Мы видим несколько препаратов, посвященных такой патологии, как пузырный зонос. Мы видим злокачественную опухоль хорианопителиуму с метастазами в различных органах. Мы видим внематочную беременность с плодом, расположенным вне матки. Следующий шкаф демонстрирует препараты по очень актуальному заболеванию. Это доброкачественная опухоль матки фибромиома. Вы видите, что фибромиомы могут быть множественные в виде узлов разной величины, которые меняют орган до неузнаваемости. И даже будучи доброкачественной опухолью, она насколько меняет структуру органа, что орган удаляют вместе с этими узлами. У нас большая коллекция кистозных заболеваний яичника, дармоидные кисты, когда яичники располагаются, зубы. Располагается жировая ткань, костная ткань, посвященные заболеваниями пищеварительной системы. И вы видите, здесь очень большая коллекция воспаленных аппендиксов. Очень показательный, понятный для студентов препарат хронической язвы желудка. Вот такая большая ниша с неподнятыми краями. Коллекция полипов. В данном случае в желудке, в толстой кишке. Вот препарат язвенной болезни желудка с перфорацией, то есть нарушением целостности стенки желудка и внутренние органы с тыльной стороны прикрывают. Вот это отверстие перфоративное. Очень большое, да? Очень большое. Коллекция опухолей желудка, пожалуйста, выглядит как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. Определить доброкачественность и злокачественность окончательно с установлением видовой принадлежности опухоли можно только изучая опухоль под микроскопом. Опухоли могут выглядеть по-разному в виде вот таких небольших выступающих с сосочковой поверхностью образований, более обширных образований с сосочковой поверхностью, в виде вот таких бляшек и участка с сосочковой поверхностью. В данном случае мы видим вот нишу язвенную и вокруг разрастается опухоль и ткань, что называется язвора. Название показывает только последовательность развивающихся событий, но видовую принадлежность мы таким образом определить не можем. Нам нужно взять кусочек ткани на исследование и в результате исследования мы получаем информацию о видовой принадлежности опухоли, что позволяет спрогнозировать быстроту роста, появление метастазов и понять, что с этим больным может происходить в ближайшей перспективе. И уже строить на этом лечение, прогнозы и так далее. Вот допустим у нас планшетка, называется сердечно-сосудистое заболевание. Вот у нас лежат на планшетке микропрепараты, которые студенты используют, да, макро берут в шкафу препарат, описывают, и берут под него микропрепарат, изучают, что у человека в организме при этом происходит. Таким образом осуществляется процесс обучения. Кафедра, как и медицинский университет, значит, отпочковалась вместе с медицинским институтом, тогда это назывался, от университета Мечникова, нынешнего. Это был университет с медицинским факультетом. И когда отпочковался медицинский факультет, он превратился в медицинский институт. Медицинский институт. И поскольку кафедры являются фундаментальными, такие же фундаментальные кафедры, как нормальная анатомия, гистология, биология, то они изначально существовали на медицинском факультете. И, естественно, преподавание, когда началось на этих кафедрах, а это младшие курсы, первые, вот три курса, наш предмет считается на третьем курсе, то кафедры тоже как бы было заложено, образование изначально этих кафедр, потому что там клинические кафедры, там четвертый, пятый курс, они еще имели несколько лет, так сказать, для своего формирования, и завершения, вот, приобретения оборудования, там, приведения в порядок помещений и так далее. И этот корпус изначально планировался по три наши кафедры нормальной анатомии, патологической анатомии и оперативной хирургии, стопографической анатомии. И изначально наш предмет начинал читаться на третьем курсе, то есть студенты, получив образование по нормальным, так сказать, процессам, которые происходят в организме человека, нормальная физиология, биология, гистология, нормальная анатомия, они уже приходили к нам, имея определенный багаж знаний с первого сентября на третьем курсе, на третьем году обучения. И мы уже начинали с ними заниматься, вот, патологией, да, как отклоняются от нормы микроскопического строения человеческого, человеческих орган и матроскопическое строение от нормы, которые они уже прежде изучили. И в течение года они занимались нашим предметом, и параллельно они начинали изучать пропедетику терапии, пропедетику педиатрии, пропедетику хирургии и так далее. И у нас таким образом вот такая получилась преемственность. Студенты постепенно, шаг за шагом, так сказать, приобретали новые и новые знания, начиная от нормы, заканчивая уже приобретением знаний по диагностике, профилактике, качественному лечению и так далее. И уже до шестого курса у них складывалось целостное представление о человеческом организме, о норме патологии, о возможных индивидуальных каких-то чертах течения болезни. И затем студенты получали такое постдипломное образование, как сейчас говорят, это проходили интернатуру. И после интернатуры они уже самостоятельно могли приступить к практике врачебной.